Безусловно, центральную позицию информационной повестки и регионов, и всей страны на прошедшей неделе занял Владимир Путин со своими заявлениями о как будто бы реформах, которые он задумал провести в ближайшее время. Безусловно, попытки этих нововведений коснутся всех граждан России, в том числе и всех жителей Башкирии, потому немного об этом поговорим. На мой взгляд, важнее всего понять, что и зачем делает Путин, прежде чем это случится. И по-разному относятся к этому пакету предложений Владимира Владимировича и аналитики, обозревателей и простые граждане. Кто-то называет события, происходящие прямо сейчас, конституционным переворотом, кто-то это называет гениальными реформами. Всевозможные Симоньян называют это теми самыми долгожданными переменами. Я склонен считать, что на самом деле эти перемены коснутся в первую очередь одного человека в стране, а именно самого Владимира Путина. И все вот эти перемены, все, что он задумал, это, конечно, касается только его самого и нацелено на его интересы, но за исключением, конечно, изменений в выплатах мат-капитала. То, что Путин дает в этом своем послании, имея в виду в прямом смысле дает в плане денег и расходов, это, конечно, кот наплакал. Это касается как максимум 11% населения страны, причем охватывает он вовсе не самые беднейшие слои. Это люди, у которых уже, например, есть один ребенок или те, кто собираются его заводить и так далее, и так далее. Путин не стал фокусироваться всерьез на проблеме бедности, вопреки ожиданиям аналитиков, которые пытались предсказывать, о чем он будет говорить в своем послании. Но, повторюсь, все вот эти попытки изменения Конституции и конструкции административной власти страны, введение в эту административную конструкцию Госсовета как Верховного Органа Управления и Путина как руководителя этого Госсовета, конечно, наценены только на решение одной задачи, задачи транзита власти, задачи сохранения власти, персональной личной власти в руках Путина после 1924 года. Замечательно и примечательно то, с какой поспешностью вдруг сейчас все это начало делаться. Вообще-то ожидалось, что все это будет происходить неспешно и после 1921 года, после выборов в Государственную Думу. Однако, судя по всему, какая-то секретная аналитика, секретная статистика и социология ФСО легла на стол у Владимира Путина. Он посмотрел на цифры реальной поддержки и неподдержки у населения, понял, что до 1921 года ему не протянуть, нужно срочно что-то делать. Примечательно, конечно, и истеричная, какая-то совершенно уже запредельно неприличная реакция главных, в общем-то, фигурантов нашего медиапространства федерального. Валентина Ивановна в «Белой бабочке» рассказывала, как долгожданно и как благотворно эти перемены. Всевозможные симоняны и прочие, значит, прыгали от восторга. Но, например, на региональном уровне случилась одна незадачка, конкретно эта незадачка случилась с нашим дорогим Радиом Фаритовичем. С Хабировым в этот раз приключилась история из разряда «Акелла промахнулся». Буквально накануне послания Путина, о содержании которого, конечно же, люди масштаба Хабирова не были оповещены, это не его уровень, Хабиров на оперативном совещании обсуждал вопросы, значит, демографической ситуации и конкретно четко заявил, что эта проблема не решается деньгами, ее нельзя заливать деньгами, ее надо решать иначе и так далее, и так далее. И, конечно же, там Иванова и прочие все его поддержали, действительно, какие уж тут деньги, надо иначе все это решать. И вдруг на сцену выходит Владимир Владимирович Путин, становится в центре Белого круга и буквально заявляет противоположное, что мы сейчас зальем деньгами эту проблему, решим ее деньгами вот так, деньгами вот так и деньгами вот сяк, да перечислим там огромные суммы денег, да и стратим за эти ближайшие 4 года гигантские триллионы и миллиарды. В общем, конечно, Путин слегка опроверг Хабирова, но опытный аппаратчик, человек, привыкший держать нос по ветру, Ради Фаритович мгновенно оттолкнулся от земли двумя ногами, перекворкнулся в воздухе, успел переобуться и, приземлившись на обе ноги, бодро заявил о том, что именно так все и должно было быть, что именно проблему нужно заливать деньгами, и мы давным-давно этого ждали. В поддержку Ради Фаритовича уже здесь, на региональном уровне, на сцену выбежали в присядку дежурные агитаторы, и с экранов БСТ начали рассказывать, как все верно и правильно заливать проблему демографии деньгами. Но, честно говоря, наблюдать это было очень забавно. Отчасти, конечно, неприятно. Неприятно, потому что, ну, обидно за нашего регионального лидера, что он такой непрозорливый, что он так не предвидит волю начальства, и, в общем-то, наверное, это не на пользу региону. Могут там, как бы, косо посмотреть и денег не додать. Ну, посмотрим. В общем, конечно, Акелло промахнулся. На прошедшей неделе, наконец-то, прошел стройчас, который обсуждал вопросы долевого строительства, вернее, проблем долевого строительства. И результаты этого стройчаса, конечно, ну, чрезвычайно необнадеживающие. То есть, к сожалению, в целом нужно констатировать, что становится понятно, что нынешняя группа людей, которые призваны решать проблему обманутых дольщиков, с задачей не справилась. Потому что вот сейчас то, что прозвучало на стройчасе прошедшей недели, звучит, если в двух словах так, надо подождать. Дело в том, что надо подождать уже звучало, когда Хабиров пришел в октябре 2018 года в Башкирию. Тогда, в декабре 2018 года, он дал вот это поспешное обещание, что все проблемы обманутых дольщиков будут решены и в ближайшее время. С тех пор, ну, в общем-то, прошло больше года, приближаемся к полутора годам. Решения по вопросам обманутых дольщиков весьма точечные, то есть это буквально несколько домов. А обсуждалось, что их на самом деле там порядка 79. Ну, в общем, сейчас опять надо подождать. И вот по пунктам это звучало примерно следующим образом. АО «Интеграл» – надо подождать, решения нет. ОО «Глобус» – не рассматривали проблему вообще, соответственно, надо подождать. «Серебряный ручей» – 10-й дом будет как будто бы сдан 5 февраля. Это совсем недолго ждать, осталось буквально 20 дней. 8-й, 11-й, 13-й дом – решения нет, надо подождать. Судя по всему, по «Серебряному ручью» решение не сложилось по бизнес-центру. И там, конечно, становится все более напряженная ситуация и все более неопределенная. И на фоне этой ситуации, вокруг этой стройки с бубном и с колокольчиками бегает Гайсина и всякие прочие листковые, с предложениями о банкротстве, ну, собственно, по «Серебряному ручью» тоже надо подождать. «Миловский парк» – окончательного решения так и нет, надо подождать. «АО-строитель» – схемы нет, но, может быть, к концу января она появится, ну, в общем, надо подождать. «СК-квартал» – может быть, будет подано заявление фонда о смене застройщика, но стоит подождать, так прозвучало. «Башинвестдом» – на следующей неделе будет схема. Ну, тут уж не смешите, пожалуйста, вот это «на следующей неделе по «Башинвестдому»» звучит буквально каждую неделю. «Цветы Башкирии» – будут финансирование фонда. Ну, схема непонятна, у фонда нет денег, чтобы финансировать все, что нужно, да еще к тому же фонд задолжал там федералам по прямым выплатам. Но нет денег, нет денег у фонда, но надо подождать. И уже сказано, что до конца июля 2020 года. То есть до конца июля 2020 года конкретные объекты, проблемы с объектом «Цветы Башкирии» откладываются, а там видно будет, там или шаг сдохнет, или падишах. «Байрам» и «Глино» – надо подождать, и тоже до конца июля 2020 года. Что за магическая цифра июля 2020-го? ЕТЗК, ничего не решили. Или замена застройщика, или компенсация, надо подождать, подождать, подождать. Ну, воздушные продажи «Стерлитамака» так называемые, это там, где квартиры продавались по 2-3 раза, и, кстати, в одной из этих сделок на стороне покупательницы воздушной квартиры повторной выступала мадам Гайсина. Так вот, эту проблему даже не начали решать, и даже думать не начали. «Стройтрейдинг» как будто бы достроят ФРЖС, срок ввода опять июль 2020 года, будем подождать. Ну, ФРЖС находится в весьма непростой позиции, в весьма непростом положении, чтобы до конца и безоглядно доверять подобному прогнозу. По КХ «Меркурий» решается вопрос с финансированием МУПа. При этом Мустафин заявляет, что финансирование МУПа не предусмотрено. Ну, в общем, это вот опять надо подождать, да? То есть, вот по КХ «Меркурий» — это тот самый, значит, Менделеевский треугольник, конечно, здесь, по-моему, ситуация накаляется, но некоторые силы подключены, там кое-какие депутаты госсобрания к этому начинают подключаться. Я постараюсь им помочь с формулировкой проблемы. Судя по всему, Мустафин не до конца понимает сущности происходящего и пытается, как бы, немножко уклоняться от своих обязанностей в части, ну, обеспечения МУПа достаточными денежными средствами. Далее, Новобулгакова. Сдача последних двух многоквартирных домов март 2020 года. Ну, в принципе, это, наверное, реально. Таунхаус июнь 2020 года, не знаю, не уточнял. Ну, вот, что примечательно, совершенно никак не комментируется ситуация с тем домом, который стоит на газопроводе, он совершенно не готов. Там так и не решен вопрос с переносом охранной зоны газопровода и так далее, и так далее. То есть, а именно в этом доме квартиры людей, которые должны их получить по программе «Жилье для российской семьи». В целом, конечно, дольщики, обманутые дольщики, входят в 2020 год в достаточно печальном настроении. Перспективы, прямо скажем, у них туманные. Вот это надо подождать. Конечно, никого не вдохновляет. Тем более, что внятных прогнозов не звучит. То есть, вот эти какие-то там июль, август, там прочее, может быть, появится финансирование, не финансирование. Ну, в июле возьмут и скажут, ну, нет, не появилось финансирование, надо подождать. В общем, конечно, непонятно, чем все это будет продолжаться и чем все это закончится. Кроме всего прочего, поступают достаточно тревожные новости с строительного рынка Уфы. Я говорю и о том, что по Серебряному ручью проблема не решилась, и схема с этим бизнес-центром не сложилась, и непонятно, что будет дальше с стройкой. Я говорю и о СУ-10, которая все больше и больше обременяется долговыми обязательствами. Речь идет о том, что Министерство обороны все-таки отсудило у СУ-10 100 миллионов. На прошлой неделе было закреплено это решение в Верховном суде. 100 миллионов – существенные деньги, и процесс идет. Вообще, Министерство обороны пытается взыскать СУ-10 чуть ли не полтора миллиарда рублей, что, конечно, угрожает благополучию компании и, в конечном счете, угрожает исполнению обязательств перед дольщиками. А у СУ-10, помимо грандиозных социальных объектов, я имею в виду онко-центр и кардио-центр, есть достаточно большое количество жилых домов, которые они должны уже сдавать, начиная вот с первого квартала 2020 года. Соответственно, конечно, ситуация в этой сфере напряженная, она продолжает все больше напрягаться. Я уже говорил о том, что 2020 год нам принесет еще дополнительных обманутых дольщиков, помимо нерешения проблем уже существующих. Так что в 2020 году об этом будем много говорить. Коль скоро я уже упомянул мадам Гайсину вскользь в связи с долевым строительством, продолжим говорить об этой выдающейся дамочке. Я обещал в предыдущих выпусках рассказать о том, чем закончился мой суд с Гайсиной. И на тот момент я еще не получил результивную часть суда, решение Верховного суда. Вот теперь я получил эту результивную часть и готов об этом рассказать. Напоминаю, как развивались события. В июле, в конце июля, по-моему, 19-го года мадам Гайсина подает в суд иск о защите чести и достоинства, и ее чести и достоинства, предъявив мне претензии в том, что я в двух роликах на канале «Открытая политика» оскорбил ее, значит, унизил честь и достоинство и так далее, и так далее. Она тогда была кандидат в главы республики Башкортостан. И как раз об этом шла речь в роликах. Я в этих роликах, которые вышли 13 и 20 июля 2019 года, назывались они «Выбор на ядерном фоне» и «Слив Башкорто». Так вот, в этих роликах я усомнился в достоверности стремлений мадам Гайсиной на этих выборах. Я предположил о том, что Гайсин является спойлером и работает, по сути, на карман Хабирова, в смысле электоральный карман, помогая оттягивать на себя протестные голоса и изображая из себя какую-то там якобы оппозицию от «Яблока». Ну вот, примерно так. Гайсина в ответ подала на меня в суд, потребовала компенсировать ей сначала 2, а потом уже и 4 миллиона рублей. Значит, вот такую сумму она оценила свои моральные страдания. Мы уже говорили о том, что сумма – это не случайно, это примерно та сумма, которую она на тот момент как раз-таки задолжала там всем вокруг. И, собственно, по поводу чего сейчас с ней происходит банкротство, банкротство физического лица. Но это потом только стало ясно. Но меня, честно говоря, в тот момент, конечно, ошеломила сумма, думаю, ну, боже мой, даже «Башспирт» пытался с меня получить миллион рублей в качестве компенсации, крупная, большая компания, а тут какая-то, извините, Гайсина просит 4 миллиона. Ну, ладно. В общем, суд до дела. Первоначальное разбирательство в первой инстанции в Ленинском суде обернулось в пользу Гайсиной. Суд автоматически принял решение в ее пользу. Я не хочу сейчас заострять внимание на качестве судопроизводства в Ленинском суде, однако отмечу, что Верховный суд полностью отменил решение Ленинского суда, охарактеризовав его как крайне непрофессиональное и неправильное. И вот как раз в конце декабря, вот этот весь процесс длился целые полгода, и, в общем-то, вовлечено в него было много-много людей, в конце декабря 2019 года Верховный суд окончательно поставил точку в этом вопросе, признав все требования госпожи Гайсиной безосновательны в отношении меня, признав, что в роликах от 13 и 20 июля не содержится оскорбительных и унижающих чести достоинства мадам Гайсина в высказывании. И цитирую теперь уже по решению Верховного суда. Судебная коллегия Верховного суда Республики Башкортостан сочла, что выводы Ленинского суда сделаны без учета требований закона и фактических обстоятельств дела. Это та часть решения Верховного суда, которая дала оценку на самом деле Ленинскому районному суду, в который сунулась мадам Гайсина. Сунулась она туда не случайно. Я знаю, кто попросил ее это сделать. Собственно, это была, безусловно, не ее инициатива. Один мудак на букву М, который сидит в правительстве, но в нем не состоит, как раз попросил Гайсину это сделать. К своему горе Гайсина согласилась, но она вообще готова сделать любое приятное для властей сейчас в Республике и тогда тоже, лишь бы ей был какой-то профит. Ну, в общем, сделала приятное себе на голову. Цитирую решение Верховного суда дальше. Оценивая высказывания в видеороликах, Верховный суд Республики Башкортостан заключил, что они содержат мнение, высказывание, право на которое гарантировано законодательством Российской Федерации, в частности статьей 29 Конституции Российской Федерации. Указанные сведения являются оценочными суждениями, субъективным мнением и не являются предметом защиты согласно статье 159 Гражданского кодекса Российской Федерации. В общем, как будто бы юрист Гайсина, который был придан в помощь, как будто бы юрист, преподаватель института права, целый такой преподаватель института права, ей причем дали его бесплатно. Дали как предмет. Удивительная вещь. Это очень унизительно и неправильно. Когда ее уговаривали подать на меня в суд, ей сказали, ты ни о чем не беспокойся, мы все сделаем, мы все напишем, мы тебе даже адвокатов дадим. Вот дали вот этих горе адвокатов. В общем, в итоге, как будто бы юристы полностью проиграли в суде. Я сейчас намерен взыскать с Гайсиной порядка 500 тысяч рублей тех прямых расходов судебных издержек, которые я понес в процессе вот этого судебного разбирательства. Я знаю, что она там всячески уходит от платежей, там, и приставы ее найти не могут, как будто бы не могут, но я помогу приставам ее найти. Обязательно разберемся в ее имуществе. Значит, кому что, как было передано, где можно что будет вернуть, то есть я как дипломированный арбитражный управляющий обещаю, что камня на камне я не оставлю от этого, значит, имущества мадам Гайсиной, и только из принципа, на самом деле, потому что, ну вот, идти вот на поводу таких просьб, быть настолько податливой к просьбам посторонних людей, которые исполняли совершенно другую задачу, организовывая вот этот букет исков в мой адрес, это неприлично, это нехорошо, это на самом деле подло, и потому за это, наверное, мадам Гайсина должна ответить. Ну и завершая этот сюжет, я бы хотел заново показать вам то, что, собственно, явилось предметом вот этого бурного судебного разбирательства, те фрагменты двух роликов от 13 и 20 июля, которые настолько возбудили мадам Гайсиной и ее покровителей, вот этих вот чудаков на букву «М» из правительства. Следующая в моем списке Зульфия Гайсина, баллотируется она от партии «Яблоко», честно говоря, я думал, что «Яблока» уже давно нет в Башкирии, и не только я так думаю, это, как говорится, «Три сестры и дяди Вани», и вот внезапно «Яблоко» набирает 454 подписи муниципального депутата. Напомню, что в прошлый раз, когда Зульфия Гайсина пыталась участвовать в выборах и представляла открытую Россию, она не смогла набрать даже 200 подписей простых граждан простым обходом по квартирам, то есть вот в простой форме, не то что муниципальных депутатов. Но природу происхождения ее подписи я объясню чуть позже. Я абсолютно уверен, и это мое субъективное суждение и мнение о том, что госпожа Гайсина – это стопроцентный спойлер, это человек, который тоже призван занять свою нишу, может быть, за нее проголосуют обманутые дольщики. Хотя, конечно, здесь очень большие сомнения, и, честно говоря, в последнее время то, что творится вокруг их вот этой организации, конечно, наверное, не прибавляет ей электоральной привлекательности, но, в общем, это тоже спойлер. В предыдущих передачах я упоминал о письме, которое получил от Забиры Иргалиной, матери погибшего в Сибае шахтера Гаяза Иргалина, который погиб 3 февраля 2019 года в карьере. И я обещал рассказать об этом письме. Пожалуй, что, наверное, целиком его цитировать я не буду. Процитирую только те основные вещи, которые мне показались важными в этом письме в части противоречий в преподнесении этой ситуации со стороны ГОКа и вообще противоречий в том, что случилось на самом деле и то, как эту ситуацию пытаются преподать. Мне действительно больно наблюдать ситуацию, когда простую небогатую женщину из Сибае, у которой погиб сын в карьере, таким образом притесняет вот этот вот многомиллиардный ГОК. Это неприлично, неправильно, это нечестно, и потому, наверное, это нужно как-то исправить. Впереди, наверное, длительные судебные разбирательства по этому поводу. Напомню, что уголовное дело по факту гибели шахтера все-таки существует, но идет ни шатка, ни валка, и скоро будет год, как это печальное событие произошло. Может быть, кто-то из юристов в Уфе изъявит желание помогать Заберей Эргалиной. Это не денежный вопрос, она вряд ли заплатит вам большой донорар, но я думаю, что вопросы справедливости тоже не последние в работе настоящих юристов и настоящих адвокатов. Так вот, переходим к тем моментам, которые меня привлекли, привлекли мое внимание в письме Забера Эргалины и по пунктам. Забера Эргалина пишет, что с 1 февраля 2019 года в карьере начались взрывные буровые работы, началось подтопление, и при этом люди все еще работали внутри на выработке, что, собственно, вероятнее всего и, на мой взгляд, является нарушением техники безопасности. 3 февраля 2019 года, вот в этот трагический день, в 11.40 проходчик Г, я не буду называть фамилию, она есть в письме, и взрывник Б, бурили шурфы и, по мнению Заберы, именно от этого произошло обрушение хлопок и обрушение сводов прорыв воды, был порван рукав вентиляционный, который подавал в камеру, где шла выработка воздух, и, собственно, случилось вот это несчастье с Гаязом Эргалином. Якобы, по утверждению горнопроходчиков, которые спасали, или горноспасателей, или администрации ГОКа, якобы Гаяз Эргалин был найден в 17.30, это вот эта вот временная метка, вот эта, она не соответствует действительности, по мнению матери погибшего. Потом Забера Эргалина сообщает, что в забое люди работали абсолютно раздетые, потому что температура воздуха была 50-60 градусов, и тело зачем-то одевают. Далее, вопреки официальной версии, что проходчик Гаяз Эргалин погиб от взрыва, там, газа или еще чего-то, значит, при осмотре тела близкие не обнаружили никаких ожогов, и они утверждают, что Гаяз был отравлен сернистым газом, который образуется в результате соединения перита, воды и кислорода в этих шахтах. В общем, очень много вопросов, очень много несоответствий, противоречий в этой ситуации. Непонятно, какую позицию занимает следствие. К сожалению, по мнению Забера Эргалиной, следствие заняло позицию ГОКа и пытается выстроить вот эту всю историю в сторону вот этого взрыва и гибели от огня, хотя на теле не было этих следов. Дальше, конечно, идут еще такие безобразные, отвратительные подробности об оснащении, собственно, этого карьера спасательным оборудованием. И эти подробности характеризуются тем, что, например, тело погибшего даже не могли вынести на носилках, которых не было в распоряжении горноспасателя, а вывозили в ковше погрузчика. То есть вот такие вот ужасные подробности. И этих подробностей в письме достаточно много. Я еще раз выражаю надежду на то, что уфимские юристы придут на помощь матери погибшего Гаяза Эргалина и помогут ей добиться справедливости, справедливого возмездия в отношении тех, кто допустил подобную трагедию в Сибайском карьере. Не только для того, чтобы компенсировать как-то родственникам вот этот ущерб, потерю близкого, но и для того, чтобы подобная трагедия уже больше никогда не могла повториться и в Сибайском карьере, и в иных горных разработках в Республике Башкортостан. Помимо оглушительных новостей, которые пришли к нам из Москвы, в Башкирии были и другие катаклизмы. Кроме Путина, повестку дня создавала еще и природа. Я говорю о чудовищном снегопаде, который накрыл столицу Башкортостана на прошедшей неделе. Мы уже говорили о снеге. И здесь, в этот раз, в этом сезоне, в этом году, конечно, ситуация не такая, как была при Елалове. Напомню вот эту страшную историю с 17-го на 18-й год, когда город накрыло снегом так, что многие не могли выйти из подъездов. То, что случилось тогда с Елаловым, это была демонстрация того, как бывает, если мэрия не делает совсем ничего. В этот раз мы получили ситуацию такую, что мэрия сделала все, что могла. И теперь нам нужно оценить, насколько вообще мэрия может что-то сделать. Потому что, ну, когда сделала все, что могла, это еще не значит, что сделала все, что должна была сделать. Ну, в целом, конечно, оценить усилия мэрии как успешные вот в борьбе с этим снегопадом, конечно, нельзя. Некие признаки коллапса все-таки присутствовали, но все силы были брошены на очистку центральных улиц города Уфы. То, что творилось на окраинах и во дворах, описанию, конечно, не поддается. В течение этой недели я просил жителей присылать мне там, ну, хотя бы адреса и указания на те места, где снег совсем не убирается. Этих мест оказалось действительно очень много. Может быть, я поторопился по поводу золотой лопаты для Ленинского района, хотя, конечно, другие районы выглядели еще хуже, если честно. Тут надо определиться уже. Мы даем золотую лопату лучшим из худших или просто лучшим? Я перечислю те адреса, которые настоятельно просили упомянуть наши подписчики, читатели и контактеры в соцсетях. Это Зорге 43-1 рядом с детским садом 233 и школой номер 47. Там совершенно какая-то катастрофическая ситуация со снегом. Возможно, сейчас он немного подтаял, но вот на середину недели там было ни пройти, ни проехать. Реально люди не то, что с колясками, люди с санками не могли проехать. В Нижегородке, в Ленинском районе, ну, совершенно не чистили снег, видимо, уповая на то, что он растает. Революционная 49 во дворе абсолютно непроходима. Нечетная сторона улицы Революционной от Ленина до Карла Маркса. Тротуар непроходим. Кстати говоря, тротуары, в принципе, вообще не чистили. Чистили только дороги. Тротуар по Карла Маркса от Революционной до вокзала. Ну, чудовищное, дикое, абсолютно месиво, грязного снега, по которому идти просто опасно. Парковая 18,2 никогда, вообще ни разу в этом году не чистили и даже не включили в график уборки. В Советском районе Губайдулина 19,4-19,5, говорят, к концу неделю почистили. Не знаю, посмотрим. Ну, Миасская улица, вечная проблема, значит, вообще не чистят. Поселок 8 марта чистили только кое-где местами и, судя по всему, силами самих жителей. Кроме всего прочего, возникла еще одна проблема. Абсолютно не очищаются кровля, особенно в исторической части. И вот уже с моего собственного дома вчера на голову четырехклассницы, четвероклассницы из 39-й школы упала глыба снега и льда. Девочка пострадала, к счастью, не погибла. Ну, видимо, это первый, но не последний случай подобных явлений. Мэрии стоило бы обратить внимание на срочную очистку тех крыш, которые, ну, представляют угрозу для пешеходов. В общем, конечно, ситуация со снегом напряженная, но не безнадежная. Я не буду голословно ругать мэрию. Я вижу, что усилия предпринимаются. К сожалению, судя по всему, ни оснащения, ни количества людей в мэрии недостаточно для полноценной уборки города. Судя по всему, вот эти вот победные реляции, покупки там сотен и десятков единиц какой-то специальной техники так и остались на бумаге. Мы видим всю ту же устаревшую технику и эти оранжевые камазы несчастных дворников, которые с разной степенью прилежания очищают дворы. Есть дворы, в которых дворники действительно стараются изо всех сил, и жители об этом пишут. Хвала управляющей компании. А есть дворы, которые, конечно, заброшены и беспризорны. Говоря о своем дворе, я, конечно, не могу не упомянуть о том, что его уже трижды за месяц почистили. И большое спасибо Ленинскому району за это. Неизбежная работа над ошибками. Я действительно частенько ошибаюсь в цифрах и указаниях на определенные факты, стараюсь это дело исправлять. В предыдущем выпуске, в обзоре оперативного совещания прозвучала фраза о сокращении населения Республики Башкортостан за 19-й год на 10%. Это, конечно, не так. Так, население Башкортостана не сократилось на 10% за прошедший год, на 10% сократилась рождаемость. Но хотелось бы отметить, что если рождаемость и дальше будет падать подобными темпами, то мы в конечном итоге и очень скоро придем действительно к сокращению населения Башкортостана на 10 и более процентов. Так что в этой оговорке не было 100% оговорки в том смысле, что действительно население сокращается. И вот этот риск сравняться по населению с населением Татарстана действительно тот самый страшный сон чиновников, о котором я говорил в предыдущей передаче. К слову сказать, этот страшный сон почему-то вызвал ужасную, резкую реакцию со стороны наших вот этих вот сетевых государственных сил. Господин Мурзагулов опубликовал пост буквально дословно об этом страшном сне, откликнувшись на мой сюжет. А сам ролик, расположенный на Ютьюбе, предыдущий наш выпуск, подвергся атаке ботов и всевозможных троллей. Внезапно в первый час трансляции ролика количество дизлайков выросло чудовищно до небывалого размера, такого никогда не было. Там 106 дизлайков появилось. Правда, Ютьюб потом отфильтровал вот этих вот несуществующих участников проплаченные вот эти дизлайки, и они исчезли со счетчиков, что тоже меня немало повеселило и обрадовало. Надо отметить, что подобная операция, это вещи достаточно затратные. Это говорит о том, что наши власти, вот эта вот команда, подпольная команда сетевая, которая действует в Белом доме, я имею в виду мадам Прочаковскую, Мурзагулова и всю вот эту свору, они ведь потратили на это деньги. Вот это нужно понять. То есть, наслав туда вот этих платных ботов и платные дизлайки, они стратили некоторое количество денег, которые в конечном итоге, скорее всего, там так или иначе бюджетные деньги. В общем, вот это, конечно, выглядело нехорошо, некрасиво. С одной стороны, это подтверждало то, что мы делаем значимую, заметную вещь и обращают внимание на нашу критику и вот так тут нервно реагируют. С другой стороны, досадно, что средства направляются вот на подобное интернет-хулиганство, а не на какие-то благие цели. Почта нашего канала, я имею в виду все средства связи, это и соцсети, это и непосредственно электронная почта, и там личные сообщения. Так вот, эта почта, она огромна, безгранична как по объему обращений, так и по темам. Многие пишут, кто-то частные истории рассказывает, кто-то затрагивает очень важные общие проблемы, кто-то просит, значит, там помочь в какой-то личной проблеме и так далее. Мы стараемся помогать и отвечать на все эти обращения, какие-то из этих обращений превращаются в наши сюжеты, но у меня сейчас будет просьба к тем, кто обращается к нам с какими-то просьбами, с какими-то предложениями и так далее. Вот на примере двух женщин, которые написали на прошлой неделе, независимо друг от друга, речь идет о Светлане Петровой и Элеоноре Романовой. Обе эти дамы обратились к нашему каналу и ко мне лично с просьбой помочь им в освещении проблемы, обеспечении детей с редкими заболеваниями необходимыми медикаментами, которые государство должно им предоставлять и которые предоставляют их не в должной мере. У меня просьба вот непосредственно к Светлане и Элеоноре и всем, кто обращается к нам с просьбой о помощи, просьбой об освещении их проблемы. Будьте добры, пожалуйста, изложите эту проблему полностью, подробно, последовательно. Дело в том, что мы, к сожалению, и я, к сожалению, не обладаем универсальными знаниями и способностями, компетенциями, чтобы на лету схватывать ту проблему, которой вы, например, занимаетесь многие годы. Я прекрасно понимаю, что вам эта проблема близка, она ваша, она проблема ваших детей, близких, родственников или каких-то еще групп людей, и вы этой проблемой, занимаясь долгие годы, прониклись и полностью ее понимаете. Рассказывать нам ее на интуитивном уровне не надо. Исходить из того, что, например, ну вот конкретно о конкретных заболеваниях и снабжениях детей необходимыми лекарствами, я не знаю ничего. Исходить надо из этого. Пожалуйста, излагайте подробно, понятно и последовательно. Тогда мы сможем, по крайней мере, попытаемся вам помочь, по крайней мере, попытаемся разобраться в этой информации, дополнить ее из собственных источников и каким-то образом потом уже подавать в эфир. Это касается не только вот этой проблемы обеспечения медикаментами детей с редкими заболеваниями. Это касается любых историй, которые вы пытаетесь нам передать, которыми вы пытаетесь нас заинтересовать и которые в конечном итоге вы хотите увидеть на нашем канале. Ну и если уж мы заговорили о канале и о некоторых процессах, которые идут в части общения с нашими подписчиками и зрителями, я не могу не упомянуть его поддержки канала. Я безумно благодарен всем, кто поддерживает наш канал так или иначе, ментально, материально. Люди подходят на улице, фотографируются. Это действительно приятно понимать, что тебя узнают именно по твоей работе. Поддержка канала, она может быть многообразной. Если уж, как говорится, вы не готовы поддержать нас материально, а благотворительные счета нашего канала мы постоянно транслируем в эфире, если уж вы не готовы перечислить нам 100 рублей или 200 рублей, то хотя бы сделайте перепост выпуска. Размещение в вашей соцсети, на вашем аккаунте нашего ролика дают вам, нам вашу аудиторию. Понимаете, да? То есть, чем больше людей перепостят конкретный ролик, тем больше людей их увидят в локальных аудиториях конкретного аккаунта, и, в общем, тут работает сетевая схема. Лайки, комментарии, репосты, материальная поддержка. Вот тот спектр помощи нашему каналу, который вы можете оказать. Мы благодарны за поддержку, мы благодарны за слова благодарности, как бы абсурдно это не звучало. Действительно, очень приятно слышать и читать то, что люди поддерживают нас, то, что они говорят, что мы делаем важное дело. Мы всегда готовы к какой-то критике. Действительно, у нас есть масса недостатков и упущений. Мы готовы развиваться. В ближайшее время будем рассматривать несколько параллельных проектов, которые, возможно, возникнут вокруг канала «Открытая политика». Этот момент назрел. Есть интересные творческие люди, которые хотят работать с нами и параллельно создавать какие-то продукты, не обязательно политического характера. В общем, будем жить, будем развиваться, будем опираться на вашу поддержку и надеяться на ваше внимание.